А тем временем представители мелкого бизнеса заявляют, в Челябинске могут исчезнуть так называемые магазины у дома. Только за прошлый год торговые точки потеряли около половины прибыли. Предприниматели жалуются, что на них давят крупные федеральные сети. Переманивают покупатели акциями и низкими ценами. Бизнесмены уже разрабатывают предложения по борьбе с нашествием супермаркетов. Подробности у Марии Агеевой. Наталья Глижевская перелистывает бухгалтерские документы. Счета такие, что женщины переживают. Придется закрывать магазин. За год стало зарабатывать на 40% меньше. Продавцы скучают за прилавками. Покупатели днем большая редкость. Подорожали продукты. Нужно больше тратить на закупки. Выросла стоимость коммунальных услуг. Давят на маленькие магазинчики и крупные торговые сети. Вокруг магазина Натальи три супермаркета. Они переманивают покупателей более низкими ценами. Иной раз они выставляют продукты гораздо дешевле оптовой цены, которую мы закупаем. То есть мы оптом берем продукцию, а в сетях у нас стоит почему-то ниже, чем закупочные. Мы с ними конкурировать никак не можем. Будущее малого бизнеса в сфере торговли под большим вопросом. Большинство предпринимателей потеряли от 25 до 50% прибыли. Жалуются, их вытесняют с рынка крупные сети. Эксперты объясняют, большие магазины могут себе позволить снижать цены. Охотно проводят акции со скидками. Супермаркеты покупают продукты напрямую у производителя. И, как правило, по льготной цене из-за огромных партий. Маленькие магазины берут меньше, поэтому производители просят с них больше. Кроме того, небольшие торговые точки часто берут товар у посредников. Это дополнительная наценка. А вот федеральные сети открывают логистические комплексы. Они позволяют экономить на доставке продуктов. Федеральные сети как брали, так и берут. Ретро-бонусы с производителей, платы за полочку, платы за вообще вход в сеть. И вот эти вот денежки, которые отжимаются от производителя, а производитель мог бы развиваться на эти деньги и повышать заработные платы своему сотруднику. Вот эти самые денежки идут на то, чтобы создать преимущество сетей в смысле цены. Предприниматель Игорь Кодолов столкнулся с совершенно иным давлением со стороны большой сети. Собственник помещения, в котором расположен его магазин, неожиданно заключил договор об аренде с супермаркетом. Хотя договор с Игорем еще действовал. Теперь сеть пытается выжить бизнесмена с этих площадей. Уже почти пять месяцев идет судебное разбирательство. Не уведомив нас ни о чем, вообще ни о чем, не то, что там о каких-либо других действиях, а просто решила занять наш рынок. Походив, изучив наш рынок здесь, решила занять, то есть нас сместив без конкурентной борьбы. Мелкие магазины в последние месяцы действительно закрываются десятками. На витринах теперь все чаще объявления о продаже или аренде площадей. А вот крупные сети, наоборот, открывают все больше супермаркетов. Появились в Челябинске в прошлом году и совершенно новые федеральные ритейлеры. Сами покупатели признаются, в маленькие магазины заходят, если нужно очень быстро что-то купить или взять минимум товаров. Большинство же челябинцев отдают предпочтение супермаркетам. В больших дешевле, я думаю, что там у них скидка большая. Я больше люблю покупать продукты в больших магазинах, супермаркетах. Где акции есть, предпочитаю покупать. В маленьких чаще всего то, что когда время поджимает, надо быстрее что-то купить. Обычно бегу в маленькие. А в крупных сетях, потому что выбор больше, качество есть, что выбирать. Я на рынках беру, честно говоря. Почему? Дешевле. Предприниматели уже придумывают способы борьбы с давлением супермаркетов. Например, предлагают перенести все гипермаркеты за город. Так принято в некоторых европейских странах. А еще бизнесмены просят построить для них логистический центр. Местные фермеры привозили бы туда свою продукцию, а потом каждый магазин забирал бы все то, что ему нужно. Это помогло бы сэкономить на доставке и снизить цены. Есть и необычные идеи, например, закрывать сети на 1-2 дня в неделю, чтобы в это время могли торговать только небольшие магазины. Кстати, о таких мерах уже задумывались даже в Минпромторге. Подобная практика сейчас действует в Германии, Испании, Швейцарии. Работа крупных магазинов в выходные ограничена. Мелких торговцев запрет не касается.